Продолжение следует... 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 Чистоты Божьи почитали И тогда мы говорим о том, чем закончилась с этой историей Ставшей и Господом Шириной С одной стороны все хорошо С другой стороны все плохо И когда Беркона Раскость появился Он проявил себя по бокам Почему? Потому что блокировки вышли Его поведение блокировало настроение Так же оскорбительное отношение к Господу Шириной Формальный обнешки он практиковал Ахайл, как говорится И плюс к этому еще и решили ему еды На деду, кстати Ты больше не будешь кушать ничего Это внешне нормально, конечно Но на самом деле за всем этим стояло Очень глубокое, оскорбительное настроение Это и дело в груди сознания Которого обладал Господь Обладал Дакшин Он чем-то что-то скучил Он не какой-то безубий Он полностью не от мира село Странный человек Странно как-то можно вообще И не опоздаться в этом мире Все же просто Есть проблемы Ягин проводишь И все приходит Как один из духовных братьев Широпады Бак-сиро Шахты Шитхара Махарач Он, как детство, семье шахты 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 – это люди, которые Поклоняются в друге Деве И когда встретился с Мишламистом Ну, было очень трудно Прийти в сознание Кришны Потому что Много поколений подряд Они поклонялись в друге Деве И они, например, вот Если какая-то проблема есть Они просто думают Помоги И она помогала им Давала то, что надо В них это не просто была теория Это был правчик Болезнь Другу помоги – помогай Другой же Помоги – помогай Все работало Да И поэтому, когда ему сказали Что требуется Кришне молиться А Кришне еще может дать Боже не дать Он такой Он 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 не создавящий Да Он попроще что-то Он дает другое то, что пойдет на благо Мы трудно ему это принять И только вот эта чистота Чистая Бак-сиро Его вера Потому что чистая Бак-сиро Единственная вещь Которой стоит жить Она помогла Чистая Бак-сиро Хорошего стать Недуховным Он стал обычным Он стал таким обычным Да То есть это проблема того Когда он помогает что-то И какая-то вещь Которая уже заработает И в этом счастье Очень трудно перейти на другое Сознание Почему Говорится Бандеременованный Антисактор Значит У него же есть Синица в руке Зачем У него Ужного права Есть Ну Трудно как-то сделать Следующий шаг Потому что уже все работает Уже есть Здоровье есть Машина есть Муж Жена Дети Все Семья Все хорошо День Куча Кроме Креют И Ему трудно Сделать Шаг На то Чтобы Престиж Это больше Чем То Что у него уже есть Внутри Поэтому Такши Не мог Полин Господа Шил Как-то так Но мы вчера говорили Что Когда он обращался К такши Я говорил Ты говоришь Наши богатства Тебе должны Не снинить То, что у нас есть Господь Шил Великий вистик Я Великий вистик Но у нас все это есть Более того Как мы говорим Господи Шилл И у веры Похраняется Четверку бары Похраняется И корни И я Так что ничего этого не понимал Он взял только половину вистик Только половину кортей Он не видел того Что на следующем происходит Поэтому Критиковал И это было Я думаю Я думаю Кроме сознания Это был Болгий конфликт И Дальше Несмотря на все эти вещи Как происходили К сожалению Он остался На том же самом Кроме сознания Он не поднес Кроме чистого партия Он не терроризовал Гриховным В реакции За то что Скорбулакос подошел А в сознании Осталось То же самое И в этом и есть его вина, и нет его вины, потому что он был создан гостем от Брахмахи именно ради, как вы говорили, что у него подошел пальцем, на котором Брахмаха на матренный партнер с лишнула. То есть это как правительство, это вот Кармаганда. И поэтому, когда Брахмахи была разрушена, то Господь к Брахмаху пришел после души и начал говорить, что так, что нам нужен, ты его убил, но он нам нужен, потому что главный человек, именно в Кармаганде, в том, что отвечает, он отвечает за все эти Брахмахи, за целую сферу бытия у всех человека, как мы говорили, что есть лестницы и ступенички. И Кармаганда это один пройдет тело в этой лестнице, которая идет до страхового дня. Это как целый управляющий ритм, потому что Господь Брахмаха говорит, нехорошо это, но надо восстановить, верни его к жизни. Но к жизни вернуть надо было, потому что мы были, точнее, йоги убили, потому что раскопление совершили. И Господь Брахмаха, в конце концов, поскольку создавших помолились, к своему праву, по большому предметнивости на Дакши, приятный помолился, не просто кто-то. И помолился и приятным случилось согласиться это сделать. Помните, мы говорили о том, что демоны очень такие, как бы жесткие демоны, которые отвергнулись от Кришны, то вы привозили привет, упоречали вас, которого подарили суббитие, отравительность, вернись и так далее. Но он молился этих людей, этих демонов, и они стали мучениками. Вот это состраждание при этом имеет на крайнейшую силу. И чтобы вот это состраждание начало проявить, обычно там несколько ступенечек есть. И здесь Господь Брахмаха управляет сострадание, также прозит Господи Шива, что тот восстановил его. И, как случилось, он его возвращает жизнь. И затем прозит, все хорошо. Первая ступень очищения прошла, грубые адапты вышли. Другая ступень очищения, да, он посмотрел на Господи Шива, получил восстановление, так же, на данном уровне. И еще какая-то часть ушла. Помолился ему, поблагодарил за то, что он сделал. Но и Господь Шива простил. Но все равно чего-то не хватил, какую-то важную вещь не хватил. И мы видим в истории с Господом Библии при Хаспорте, шестой песне Падла. Там похожая ситуация проявилась. Потому что когда Господь Библии сказал при Хаспорте, его Гурун зашел в комнату. И он мне сказал, что нечтение. Он не из-за того времени. Он при нем попсара танцевал, все остальное. Две ноты, да? Что это все навести, пускай, да? Он мне все хорошо. Сол на нас это подрал. Наливу мороженое, да? Пиццы, пиццы, пирожки разные, да? И такие, и такие, и такие. Наливу не пусть. И он сделал вот так вот, угроженные все этими вещами. И зашел бы. Да, он сейчас, сейчас топил и не тормолился. И пока он собирался там топить это все, он прекрасно все понял, что он сохранился. И прослышал с этого места. И вот так, когда Господь Библии понял, что произошло, он начал не расстраиваться и прощения просить. А он прекрасно все равно не пришел. Потому что он увидел, что настроение иное было просто избавиться от реакции на то, что он оскорбил свою духовную физику. И, Господи, мог бы ответить ему. Ну да, хорошо, но он остался бы таким, как он не есть. Но, Господи, в настоящей духовную физику это было чего-то большее для Господа Игоря. И следующее, что происходит, это то, что он устраивает так, что кто глубоко в большие проблемы, Прекрасный читатель не пришел, нету Бога, то у них большие проблемы. Они идут, Господи, демоны напали на них, их победили, которые с пузыри все кричали, с того, как он получитель. И после этого происходит еще неленая речь. Они идут к Господу на дорогу и просят, что делать? Прекрасный ушел с нас, бежал, как говорится, бросил нас на киву. И как мы сели, они говорят, что следует найти кого-то, кто будет представлять и прекрасно. Духовного учителя, который будет его представлять. И это будет лишь лук. И вы примите его за нему, но только одну вещь учитывайте, что он как-то не наша Нимаша, он полукровка, то есть ее половина кроме Богов, а половина кроме Демны. И поэтому он не наша Нимаша. Вы этому потребитель, обращайте его, он только немножко невинейный. И они при этом дали мантру на радио Кабачи, с помощью йоги, по-пределительному, это все хорошо. Но когда Нишвилку провозил янки, он явно делал предложение для Богов. «Ом миндреа сваха, ом манга нанаесва, сваха» и так далее. Мантры читал. Но тихонечко он читал мантры. «Ом чакутяя сваха», и так далее. «Ом майдана сваха». И все. И читал мантры просто. Тихонько. Потому что он не нашим, не вашим. Он во всех заботах востребован, по свободе от двойственности. И когда Господь это увидел в этот порт, он начинается с большими проблемами. Ваш Отец Вишневук создает битросылку. Битросылку, кого пытался, он большую-большую проблему. Ваш Отец Вишневук, да. Он создает этого демона битросылку, который приходит туда и все там уничтожает. В конце концов Господи Дра, он не понимает, что делать, и Кришна обращается к гости этого уникального битроса, Радхичи. То есть из-за глупости Господи Дра еще пришлось человеку из этого принести. Великую личность. Мы говорили о том, как он поел в первую очередь сказали, как он появился. И потом они взяли из хвостей его, сделали бомби. И когда Дра начал срабатывать с литросурой, он устроен прямо на поле битвы Багмана Сантаума. Он начали поправить чистое сознание Кришни. И именно в этом был расчет Бельхаспачев, как объяснить, что он был сармагер. Он знал прошлое, настоящее и будущее. Он знал, к чему все это произойдет. Он специально спровоцировал эту ситуацию для того, чтобы исправить его исправление. Не просто исправить его, что он реакции своей не страдал из-за того, что он скопил в духовном жизни. Он говорил дать ему что-то большее. И что-то большее, что он получил, это то, что он получил общение шуток и мечтал, чисто при этом в ритросуре. И по менту ритросуры Госпутин там помнил. Он понял то, что я, в общем, он пахнет ничего. Он получил большее, чем то, что могло было. То есть, есть разные уровни. Просто попрощение и за счет этого он получил что-то большее. И часто он просил прощение как-то. Он оскорбил его с дамой. Он понимал, что страдать лучше. И он просил прощение у него. Но важнее не просто попрощение, чтобы на реакции ушли. Важнее его когда заболеть. А почему он его оскорбил? В чем причина? Не так, чтобы он смог сделать этот шаг? Он попросил прощение Господу Шире. Да, я не помню тебя, не разобрался. Да, ты милостивный. Несмотря на то, что я там на косящах, как говорится, ты меня просил. Да. И поэтому как я могу тебя за это обтудновить? Не могу обтудновить. И вот пусть ты будешь доводен тем, что ты в таком месте, в таком месте, в таком месте. И все. И он сделал следующий шаг. Он не получил одно махи, в таком месте Господа Шире. А в таком месте Господа Шире он мог бы добиться гораздо более высокого уровня. А что это его славяк? Его же славяк. Помните, да? Дальше, тот самый дальше. Тот самый дальше и его славяк, они-то получают иду с Господа Шире, которого Дакши скрупил. Он как прочина Балтиша пишет, натекст, Дакша Сын прочитал, да, сын прочитал, и он прочитал это получение невозможности души, и вроде бы, так как он у них родился, вот эта невозможности души, она должна была осмыть последствием оскорблений, и все равно не смыл, он потом в таком же состоянии, как он был, и потом он накапливает совершение оскорблений на родной моде. То есть вот странные вещи, как так, как это все работает, непонятно, понимаете? И поэтому важно, чтобы мы во всех этих сложных ситуациях не пытались внешне, как сказать, ну, как есть человек, у которого рана больная, да? В эту больную рану можно прийти к какому-нибудь бочеву, просто присыпить тарь как-то, ну, не видно, все хорошо, все хорошо, нормально. Но через какое-то время она загнилась, значит, просто вам руку тропить придется, если конкретно начнете. И то же самое, важно не просто просить прощения, чтобы у нас все было хорошо, важно не просто решить проблему, которая есть у нас, а найти больные проблемы. И больные проблемы обычно в каком-то неправильном сознании, которое есть у нас. Это неправильное сознание, оно продлирует наши поступки, наши видения, да, окружающего мир. И неизбежно она приводит от того, чтобы выйти снова и снова прожигать эти оскорбления. А это, наконец, почему он любил так же, он понимал то, что будет оскорблять. И он в какой-то части это проявление, как-то следствие этого сознания там же, он разрушил. Но само сознание осталось в хроническом состоянии, в состоянии сознания. И здесь вот снова и снова, в этих теках, видим о том, как Господь пишет, что он учит там же. Первым делом показал пример, он взял эти железные дары и не забрал все. Хотя он Бог-то ранее, как это самое. Он всем этим наслаждается, он все и не забрал, он взял только то, что ему надо, а остальное другим отдал. Тем самым показал так же. Как это Бог так поступить, Господа вшивый? Жадина, да, знаете, таких людей, обычно, когда мы здесь не были, когда кто-то такой есть, Зарыгнул, что-то такое, какой-то иначе, обычно его все в молодости не любили таких людей, да? А вот когда кто-то жертвец смотрел деятельностью, к ним, как пчелки, они не нравятся. Поэтому Господь пишет, что ему показали, что я взял только столько, сколько надо, а больше не взял. Это тоже нужно дальше поступать. Можно учиться быть жертвами, нужно учиться избавиться от какой-то корысти, которая у тебя есть. Смысл проведения жертвых отношений – это избавиться от привязанности, а не культивировать привязанности. И поэтому так же Господь вишну учит его, он как-то переключается, меняет свое сознание. Он хотел забрать так же двух люджетных отношений Господа Вишну и Господа Брамы, когда он не пригласил этого на… Нет, нет, Вишну только хотел забрать. Вишну не собирался забрать. Вишну была главной. Он не пригласил. Он не пригласил… Он не пригласил… Браво, Господа Брамы, Господа Брамы, Господа Шилы. Он должен был забрать их в отношениях… Ну, как-то если она… Там сложно сказать, как это на самом деле было, потому что… Но, например, когда первая ягель заканчивалась, там… Он тоже думал о том, как… Подождите, если Господь Вишну не приходит по месту, где нету Шилы… То есть, значит, кроме того, в одном месте он говорит, что без Шилы… И никакая ягель не сработала… И ваша подушива не было, фальши не было… И все равно ягель закончилась, все получилось… Как это было? Может быть, они где-то, как-то, какие-то дары… Все-таки Господа Шилы предложили? И, ну, скорее всего, так, потому что… Когда мы говорили, что кому-то руки и ноги поломали, и Он остался… А кому-то гранюли руки и ноги… И вылечили, а кому-то – не вылечили… Там понятно, что все-таки они какие-то дары Вы Господи Шилы дали… Вот я ту Янке, которая там была… И поэтому все-таки… Там они попыток подушить Господи Шилы… Поэтому здесь кто-то рай не пришел… И Господь про рабочую правду тоже, скорее всего, было то все. Но главное, чтобы благословение все забрать. Поэтому они как-то секундечко делают. Может, ты даже не видишь, но не знал про все. И поэтому здесь вот Господь пишет, что он показывает этому. Меняй свой сознание. Делай других строго жертвенности. Не пытайся просто нейтрализовать какие-то внешние неправильные ситуации. Меняйся, смотри, какие у тебя наркотики есть. Зри помните, как говорится, ищи причину всех тех, ищи, которые с тобой происходят. И только тогда на настоящее может поменяться. И в конечном счете, вот эти вот... Входите в молитв, вы видите, только кто-то не помнил. Они говорили, что только Кришна и Крадхана способны полностью все нейтрализовать. Причем не просто Кришна и Крадхана нормальная, а Кришна и Крадхана, который Кришна в этом смысле проявится, когда при этом полная беспомощность, с помощью потенциалований. Потому что Кришна, когда дружил Бабху, в том-то Кришне Бабху занимается. И настоящая Бабху, это когда мы понимаем, что мы не полифицированы, не нужна милость. Мы обращаемся к Кришне и Кришне, пожалуйста, проявите в моих словах, проявите в моем киртане, в моем служении, примиренность на отношениях. И мы понимаем, что Кришне не обязан это делать. И все равно мы понимаем, что он может отнять после обеспечения милости. Это тут Бабху, тут милости. И вот когда в таком настроении, смешать для Кришны Крадха, когда мы говорим о Кришне, слушаем о нем, вот и Кришна появляется в этом месте, вот тогда только он может все решить. Особенно, когда мы слушаем Кришну Крадху, не с желанием освободиться от проблем. Потому что многие люди, они понимают вот это могущество Кришны Крадхи. И поэтому-то они приходят навыковаться в таком, где вроде бы тоже Кришна Крадха есть. И, например, сейчас вы здесь видите, Чурабада критиковал этих людей, то, что поскальщики, там, Светлана, они за деньги говорят о Кришне, причем какие-то скровенные разделы. И почему сакраменные разделы, они понимают, что в Бабутах есть много всего такого, как говорится, холостого выхлопа, как мы сейчас читаем историю Дакши, там прямо Кришне не говорится. Может быть, там маленькое, короткое описание того, как Господь Пишну появился на Даньяке. И сейчас, как он разговаривает с Дакши, очень коротко, но это Господь Пишни. Это не Кришне, не Кришне вымрачивает Данья. И они, когда проводят Крадха с Аттаху, они работают на максимальный результат. Они берут самым могуществом Кришне, который уже есть. Кришне Крадха, который касается Раса Пачакьяна, Панцурасана, например, или Брама Рагита, Матхат Харани, когда она с пищевой разговаривает, или встречи на коротшефе, вот это все самые сокровенные разделы Багута. И они об этом говорят, потому что понимают, что в этой Кришне Крадхе максимальное могущество. Там Кришне, он должен представлять себя максимально слабым Богом. И в этой Багуте, к которой Светлеса прикоснулся, они получат максимальный Багут. И вот, еще Баглада, он отчитывал всех этих профессиональных гуру, которые вот так вот рассказывают о Кришне. Но потому что они за деньги это делают. Очень часто, если посмотреть, то все вылезет люди, они не обязательно за деньги это делают. Их, например, те, кто привозят на Баглада садхаку, бывает, что там платный вход, но очень часто бесплатный вход. Я там огромный бандал, там все остальное. И кто-то делает, весь богатый спонсор. Вот он выяснил бизнес. А он хочет свой бизнес как-то поправить. Открыть? Ну, не обязательно. Просто поправить все. Хочет, например, что-то добиться. Хочет, например, выиграть какой-то там, траву, что-то там. Ну, так или иначе. Но он понимает, что все зависит от Негостей Кришны. И там все зависит от Негостей Кришны. Надо его удоторить. Как Кришну удоторить? Самое лучшее, с помощью Багбата Кришны. И поэтому он все травменизует. Он кучу людей приглашает. Он приглашает лектора хорошего. И он его как бы охашивает со всех сторон, что-то там рассказывает о Кришне. И он может даже и пожертвование не дает. Может дает пожертвование какую-то. Вот так иначе. И люди бесплатно приходят. Вот так иначе. Кришна-мотив. Он хочет получить что-то от Кришны. С помощью Багбата Кадхи. Кришны Кадхи. Они тоже приходят на эту Багбата Кадхи. Потому что понимают, самое сокровенное будет сейчас о Кришне говориться. И так как мы слышим эту Кришну Кадху, мы помолимся, и Кришна решит все наши проблемы материально. И так происходит. Но Багбата постоянно критикает в таком виде. Кришна Кадхи. Багбата Саттуху. Он говорит, что настоящий Кришна Кадхи надо сказать, что помелый с вами. Он приходит в гонки. И гонку уходит. Ну, грубо говоря. Он рассказывает о Кришне. Махар Чатариши. Махар Чатариш слушает его и смиренно понимает это все. Он не хочет ничего, кому Кришна Багбати. Потому что когда он писал, я сразу Кришне хочет только Кришну Багбати. И вот в этом месте, только в этом месте, Кришна появляется. И поэтому можно даже Багбати заниматься с такими Кришными мотивами. Но лучше, когда мы занимаемся практикой Багбати, с душем Кришны Хатху, мы повторяем свои времена в настроении обрести эту полную мирность Космоса. Полную мирность в том плане, чтобы разбить чистый любовь Бога. Поэтому мы будем все говорить о этих мотивах, что по-настоящему все наши проблемы решить только тогда, когда мы в чистом сознании будем слушать чистую Кришну Хатху ради подойти чистого сознания Кришны, чистого Багбати. Вот тогда только все проблемы решаются. Чистые два первых признака, первых характеристики. Это Кришны и Шубхада. Кришны, что все страдания уходят в нашей жизни. Это даже не причина страданий. И Шубхада все благоприятное приходит, все хорошее, что могуще быть, что можно придумать себе, приходит в жизнь в таком приятном. Но только тогда, когда он этого не просит. Когда он не хочет ничего от Кришны. Он хочет только сказать, «Кришна, можно ли я оставить себе удовольствие? Можно ли просто послужить себе? Получу эти даже, что не получу? Это не важно. Я хочу только отдавать, отдавать, отдавать». И вот поэтому это важный, крайне важный стих, который Господь Лишнам говорит дальше, показывает свой пример вот этой абсолютной жизненности. Потому что мы должны учиться отдавать, отдавать, отдавать Кришне. И тогда только это все появляется. Когда мы говорим про Кришну как кулу, как кулу. Мы не говорим о том, что Кришна поступает к каким-то образом. Это и не исключительно. Он показывает нам пример, как мы должны поступать в этой ситуации. И дальше после этого он обращается к Дакши. Чипакаланвача амбрахмача шарвашча джагаттахкарнампарам Адмешларападршка своем дрипка. Адмешешанахан Господь Лишнам ответил. Брахма, Господь Чилы и Я – высшая причина существования в надземном мироздании. Я – серый душа, самостоятельный свидетель. Но, в конечном счете, Брахма, Господь Чилы и Я – и делю о своем эстетичном аспекте. Так. Мы говорим про Кришну. Что такое? Все едино. Брахма – Бог. Шива – Бог. Бришну – Бог. Три Бога – Три Бога. То же самое, как Артри Боги. Все, все, все Бог. Все едино. В дигадиши. В дигадиши, да. В дигадиши. В дигадиши, да. Все едино. Все Боги. Все остальное. И что хочется сказать здесь, вот эти основания Господи, чтобы начать к такши, то, что ты должен видеть единую природу живых существ. Своё видение – это видение предхав права. Разделённое видение. Ты видишь отдельно. Ты видишь действия своих и чужих, хороших и плохих. И потом для этого ты не смог понять, что я проявляюсь не только как Господи, что как Господь на рану. На рану ты хотел, чтобы на меня не пришёл. А Шиву не пустил. И праву не пустил. Не пригласил. Но ты не понимал, что я уже проявляюсь как Господь Шива и как Восьмой праву. Потому что я источник Господа Шива, Господа права. И они взаимы на его могущество. И тем самым он пытается поменять сознание, сознание. Потому что если посмотреть в третью песню Бхагавы, в третью песню 29 глава, там все эти были боги, там описывались разные виды бхакти, и бхакти будут приводить влаговость и страсть и невежество. И всегда во всех этих молитвых словах приха хавак – невежество, и хина трик – тот, кто обладает отдельным видением. И после этого Кришна говорит, обращаясь к Господь Шива в этом створении Своей Матери и Бхакуте, потому что он не видит то, что я нахожусь в окне, я в огне нахожусь, и человек делает отношение к этому, но не понимает, что тот самый Господь, который обладает в окне, он известен за каждого живого существа, и он предрекает потворение этим живым существа, то все стружение такого человека на том просто берет и гибит определенное масло. Я говорю, я этого не могу, а взауну. Кришна не понимает, что это отношение. И интересный презент, я услышал про Пады, когда Господь читает, потому что вообще читает Чаритавы, читает Бабуати, он говорит, если человек, он совершает оскорбление, и при этом произойдет пополняться мне, это потом потому, что человек приходит ко мне, он касается моих стоп, плачет, просто трошит на меня на все, потом встает, берет Бог, берет небо на лаве. Потому что мы читаем, это мои части, они тесно спятны со мной, они очень пылоки мне, и тем более, такие мы читаем, нас по праву, нас по ширине. А это мы здесь, Господь Кришна, он опять-таки пытается дать добрый совет так же, так же, оставь это сознание, учись видеть присутствие Господа во всем. Потому что, когда мы говорим, что есть брахма, брахман, брахман и бхагаван, и вот, брахман – это бесличный аспект Господа, брахман – это дмокализованный аспект Кришны, который взаимодействует с материальной энергией, управляет ею. И третий аспект – это бхагаван. И бхагаван – значит не только Господь, а Господь за все его энергии. То есть там полный пакет, этот Кришны, его материальная энергия, его пограничная энергия, татаска, шахти, полубоги, которые управляют этим миром. То есть там все включено. Как есть такой пакет, не знаю, в России есть такой мегапонт, такой-то тарифный план, все включено. То же самое Господь Лишни, у него все включено, это все есть, бхагаван, все есть в нем. И он дает наставление, он учит ему видеть это все. И он говорит, что ты сейчас, ты меня пригласил, или я, а брахман и Шима не пригласил. И поэтому ты слышал скопление, и в отношении к ним, в отношении ко мне. И дальше, в следующем стихе, в серверной стихе, возникает вопрос, а как же так? Подожди, Господь, что-то проявляет, про Магадышни. Как это понимать? Трахма, Бишня, Жива, все едино. Мы сейчас, когда такие вещи читаем, мы же тоже совершенно сократнение с этого времени, Господа. Как это все решить? И во 51 стихе, он еще больше говорит. Это, вот эти четыре стиха, они, в этой стихе, не очень похожи на четырешно-большую багуну. Я не проводил вот этого соответствия, но там похоже, потому что в первом стихе, да, Агам, Абхасам, Абхакрея, 2, 9, 33. Кришне говорит, я существовал только прошлым существом, настоящим, то есть, прошлым существом, того я, сейчас, того я существую, и в будущем, только я буду существовать, да. Кришне говорит, что я есть все, он подчеркивает на своих единствах. И дальше, в втором стихе, в этой этой моменте, на протеи, это четвертый стихе, второе, что есть маят, который отличит от меня, то есть, она любит это единство, и отличие. И третьей стихе, он объясняет о том, как это соединить, а чинься пьет, и это да, и он срывал, как он на ней, ашешу, чава тешу, ану, парише, не 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 парише. Они изъединяются между собой, и остаются отделены обо мне этого, и я, и в этом мире, отделены от него. То есть, я и все, и не все. И потом, следующий стихе, он говорит о том, как у него есть пиджи. И здесь все то же самое. Очень похоже. Начальник говорит о единстве. И дальше, в стихе, говорит, Господь предложил, о Дакше Пидже. Что такое Дакше Пидже? Кто такие пиджи? Кто знает? Дважды рожденные. И просто, как это получилось? Добавка, что брахным было быть по-настоящему по-настоящему рожденным, но пиджи также называют и птицами. Потому что они тоже по-настоящему рожденные. Вначале, как яйца рождается, а потом, как яйца. Поэтому, если брах, он не настоящий брахный, и положить по-настоящему второе зашление, он застает за циклёнком. Ну, как бы, как бы, не Двичи, а там, не знаю, Двичи Баффа. Да. О Дакше Двичи, я изначально личность Бога, но создавая, поддерживая, и душая, как сказать, это мироздание, и действие последствия своими материальными делами. Независимо от того, какой убедительностью выполнять мои последники, их вызывать по-разному. То есть, что он говорит? Да, все я Дед, да, я Дед Господь, да, рахма, я, это все всередина, все одно. Но все равно это и я, и я. Это мои разные энергии. Одна из всех энергий, в облике одной из энергий, я исполняю одну функцию, творение и флагер. И тогда меня называют рахмутей. Когда я разрушаю всередину, меня называют шилки. Когда я поддерживаю, меня называют души. то есть, это все эти энергии, это разные энергии бытия, которые по-разному проявляются. То есть, он говорит, что с одной стороны все едино, с другой стороны есть различия. и звездный учитель видит, это все. Это третий стих, сейчас ушло. Ну, второй стих. Второй стих, да. Ну, примерно как бы. Я бы тоже не прошел. Так что, здесь тоже четыре стиха, то есть, похоже немножко, да. И Шиллман тоже действует, говорит про про очистие педы, педы танцева, там и так далее. секундочку, что-то есть, я вот сейчас почитаю. То есть, это энергия, да, определенная энергия Бога. Но, в Шахте, в Симаторе, я, за какой-то мятбой, он отличен от этой энергии. И поэтому, первые стихи говорили, что прах мой принятый, Шилл – это я тоже, да. Но дальше, вы говорите, что хотя это я, это и я, и не я. Я в том смысле, что это моя энергия. Но, не я, потому что я отличен от этой энергии. Я не являюсь полной человек энергией. Я Бог, чем просто одна из этих энергий. Я Бог, чем просто кто-то, кто творитель, очень кто-то, кто разрушает. Я Верховная личность Бога. Я полная целость. И он здесь это подчеркивает. И в следующем стихе, у Дакши возникает сомнение. А как же так? Если ты говоришь, что прах мой – это ты, и Шилл – это ты, но они же из-за водителей с потерянной энергии, они отстраняются. И как получается с этой отстраняются, когда творишь это, когда разрушаешь это? Как там? Как это помните, это Кришна? Я объясню ему. И как ответ на это, Кришна говорит еще один стих. Второй стих. То есть, тот, кто решил истинное знание, думает, что такие глубокие, как прах, он решил и независим. Более того, ему может сказаться, что даже обстоятельные живые существа наделены в зависимость. То есть, фактически он говорит, что они, хотя, они вроде бы отделены от меня, но тем не менее, они со мной связаны. И, если так ими, этот аспект, очиниться в первой, предотакции, тоже такой, в рай третьей стих, четвершоке, то что они и едины с собой, и отличны от меня. Как мы говорим про материальной энергии. Метериальная энергия – это энергия Кришны. Иначе то, что Кришна и есть в потере, унари, с парагога пункта, всту, ун асау хадармиш параха. Потому что, когда говорится, что Верховный Господь Диргуна, означает, что он свободен от материальных качеств, да, но он имеет расследование духовных качеств. Он отличен от потери, но тем не менее, это его энергия. И поэтому, в браху и Шилл, они с потерей соприкасаются, да, и они отличны от него. Но с тем не менее, это ему энергия. Они от него не отличны. Да. И, и он говорит то, что, даже обычный человек, почему он говорит здесь не про правды, не про Шилл, он, как Весечка Добро объясняет, это каймичка я, кимута, что же говорить о. Он говорит, что даже обычные люди могут увидеть то, что живые существа, кстати, даже обычные живые существа, можно увидеть, что они отличны от меня. Что же говорит о том, что такие великие благоги, под правды, и Шилл – тот отличный мир. Кому? Кому тебе? И, как это работает, он говорит, что они не отличны от Господа, потому что они являются его татасхаршат, живые существа татасхаршат. Но это не он, это его хроничные энергии. И Брахма и Шилл – отлично от него, потому что они являются необычным чудом, являются его гунаватарами. И тем самым он объяснил, что как бы есть единство, есть отличие. И дальше, в следующем, безответственной стихе, он говорит, не нужно особо ума, чтобы понять, что головой любая или любая другая часть тела не существует отдельное тело. Подобно этому, во вреду ничто и никого не теряет от Вишни, в проникающей личности Бога. Хотя есть отличие, но лучше видеть единство, лучше видеть вот этого как бы связь в силу, потому что это на весь инутроматикаре в плане возрастной личности, который видит то, что все эти живые существа, в плане, связаны с Верховным Господом. И Пурматы пишут в комментариях, «Преда один из органов силы вооружает болезнь, весь организм помогает больному органу, куда он на этом предыдует и создает свое единство за всеми живыми существами, что придается состраданию, которое он испытывает ко всем обострованным душам». То есть, чему приводит вот это вот видение, потому что все связано с Гришкой. Он видит во всем план Гришки, увидится, что да, это круче воздействует, да, он неправильно себя ведет, но он действует так, чтобы помочь ему на другом пути. Как мы говорили, что когда четверо куманов они попали на Ванхудхалоку и в чай, в джай они их остановили, то есть называют Бхагаван Протекул Душинах, что они увидели в них недостатки четырех куманов, и они их непустительно выходят в руку. И тем самым, они поступили против боли духовного мозга, которой Бхагаван Протекул Душинах означает то, что мы видим во лучших существах вот эту потенцию, да, потому что они преданы, может быть преданы в условиях, но они преданы. Мы видим это, где хорошее качество в них, и в агентстве помочь и качество развить вот это позитивное видение. И чтобы такое позитивное видение оно появилось в Суданце, нам необходимо обладать именно на уровне Санбланки, по крайней мере теоретически понимаешь, что они здесь сделают на крышке. Потому что, например, во каких-то вот других религиях, например, в хрустянстве сейчас, если, да, я заключал там очень такое полярное видение. Там есть вот этот Бога, а вот этот сатаны. Там очень резко как бы критикуются вот какие-то такие негативные вещи, да. Там нет вот системы понимания, потому что все есть, и таки Бог, все связано с Ним, во всех планах Верховного Господа. Как я с этим воспомнился общаться, говорили, что иногда бывает такое, что Криша мне проблемы послал. Он говорит, какой Криша? Сатана тебе проблемы послал. Сатана. 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 Вот это вот такое настроение. Оно мешает нам видеть в этих живых существах близких, там, парагипикам живых, кого-то, кто должен нам к ним по-другому относиться. И, то же самое, не все ручнавы должны такие видения управлять. Например, в Адамасантрадаре, если вы читаете Махабарда, Трапарди, Найя, какие-то книги, у них тоже такое очень полярное видение. Такое, сатантрадаре, которое, когда, например, Криша убивает демона какого-то, там описывается, что он убивает его, и этот демон опускается в Анхатамас. Анхатамас – это место, с которым он обращается. Махабарда, они говорят, что есть категории живых существ, такие называются ассуриджи, изначально негативные, и они опускаются вниз, и там, они оттуда никогда не смогли. То есть, темы, которые никогда не получат замуждение. И от этого они уже заранее прокляты. Кришны, когда их убивают, они просто давлятся вниз. И все, кто собрался в этом месте, они видят то, что он летит туда в Анхатамас, и все говорили, дяля, дяля, сиди, не высовывайся. Ну, такого не сравнили. А мы-то, мы, кого-то я бы считал, по крайней мере, в Анхатамас, в Анхатамас. Я бы, когда посчитал, я в шоке был, потому что... Да, да. Демоны попадают в банку. Это демоны все уходят, освобождение уходят. Ну, мы-то говорим, что это можно давать такого демона, он воротил освобождение. Но они, понимаешь, никогда там не может произойти, потому что они, у них печать проклятия всю жизнь, они осудили живу. Да? Они, ну, что они попадают? Вот такое полярное видение, что есть хорошие, есть плохие. Но мы договорим, что все живые существа, частички мозга, и у каждого есть потенция к чистому предназлужению. И даже если он самый упадший, самый верховный человек, он может возбудиться по месту речного, по месту верховного мозга. А это как-то больше по сердцу, правда? Да? Да? В Шима-бакате есть шлок, где Кришна говорит, что вот таких демонических людей, да, он отправляет без возраста. Кришна говорит, что таких демонических людей, он отправляет без возраста. Это Баба Агита. 16 глава. Да. И Шима-баката как повторяет? Ну, Крабада может комментарий переводит это все. Как это понимать? Если они снова и снова делают выбор, струны Бога-босса, то, как говорится, торчатся от Кришны. Кришна просто позволяет им то, что они хотят получить. Кришне говорит, Баба Агита. Я их помогу про Пальцентр и там садхаю, обращается к вам. Когда человек обращается, скажет, отвечаю за индустрию. Но это не значит то, что, если нельзя сделать выбор, что он на Кришне, Кришне скажет, нельзя, у вас Асури Джио, сидите, не усурите, банкатамас, он скажет, нет, конечно, давай, давай. В любом случае. Шанс всегда есть. И, очевидно, в комментариях, говорят, что шансы не есть. Но для этого нужно обязательно вспомнить Кришне и заставление его вносить. Он просто внешне в жизни этого человека создает условия к тому, что он как-то не сам захотел. И, поэтому, Бхактисты, Бхагават Бхахта, сангенды приезжают при. Бхактия появляется в нашем сердце тогда, когда мы общаемся с преднами Господа. И, вот, сазанга, где Мухис, сукрегаясь, Бог самочитая, Кришна устраивает так, что, мы бы, если предных искали, мы бы, не факт, сейчас нашли бы. Я помню, как я однажды был на Чарном море, в Сочи, где-то там, или в Одессе, или в Одессе. И, я в этом состоянии встретился. Всюду искал, хотя, Кришна это, он только что верил. Я говорю, где, и как, и не получается, месяц пролётом, не так, как я этот не нашел. Вот такие вещи могут быть. У нас там забыли, правда. Не садись. Это уже потом, это сейчас стало. Но, раньше, они отсюда уходили, вот такая, нам, вот эти книги распространять. И ни одному не встретили, не встретили, да. И поэтому, надо выступить, максимум выступить. Сами, по себе, если мы преданных искали, не факт, что мы встретили. Но наши удачи, просто преданные, они не ждут, пока кто-то будет искать. Они сами уходят, они сами нас ищут. Они повсюду, как мы говорили, кто-то там, на рынке, яблоки там, все там, предлагают скобок, как говорится, да. все эти, вот, дыны, безнадежности, да. Все красава, да. И мы не знали этого, поняли этот красава, и смотри, накопилось, да. Маленькая каприка капнула, потом еще одна, еще одна. И потом, и потихоньку, потихоньку, вот это вот, желание того, чтобы отвернуться от отвернуться, оно появляется, достигает технической массы. То есть преды, они вот такие, они созердательные, они действуют, они не ждут, пока кто-то к ним придет, да. Так что шансы есть. И вот, чтобы мы могли увидеть, что у нас, у нас есть шансы, и у каждого есть шансы, вам нужно было найти вот такой глобальной системы видений, потому что все живут, существуют, а частички Господа, они дологи ему. И Игорьич не говорит то, что если вы меня пригласили, а Господушев не пригласили, вы меня оскорбили, а не его. Если вы живого существа оскорбили, вы меня оскорбили на сердце. И это не моё вадо, что все вот, все являются нарайными, да, все едины, все боги. Просто они связаны с Господом, они дологи, и поэтому Кришка испытывает Бог, когда Господь не начнёт. И Гришна именно в этом говорит в этих стихах, он пытается дать дальше вот это видение того, потому что он-то понимает, что дальше появится уже не он сам, а появится народа Буди, его чистый преды. И он и Госками так же по Господу Шиву. Народ Буди не был Бог, да, исполчил это, законов и да. Народ Буди таджимы, да. Особое дело, даджима вся. И здесь вот, как бы, он, Кришна говорит не только про Богу Богов, не только про Господа Браху, Господа Шиву, он говорит также про живые существа, про те живые существа, что они тоже связаны со мной. Он, тем самым, предупреждает его, пытается его помолочь. Да, да. Видите, интересно. Не просто стихия. Скажите, что каждый взносил молитвы согласно своим способностям. Да, способности и обусловленности. Он просто добавил, кто согласно своей обусловленности. Да. То есть, каждая анатха, анатха, присутствующая в этом, Бог, Боге, или там, кто бы не давал эту молитву, она ограничивает по возможности выразить полностью молитвы. Да, да, да. То есть, там всю сферу. Там полная картина, да. Полной картины нет. Да, там получается, что кто-то говорил, как мог вообще, да. Вот. И он поставлял, но у него была какая-то анатха. Анатх и анатх. И следующий человек он эту анатху показывал просто. Он другие вещи. Но иногда он поправил анатху, и при этом написал другую анатхуищу. Да. Поэтому следующий ему поправляют. То есть, там, на самом деле, вот я, почему я, я говорю, что я вчера пытался, как-то с этой молитвой разобраться, не чувствую, что он не идет вообще. Не идет как-то. Ну, сложно это все, да. Потому что там есть и позитивная вещь, да. А есть и негативная вещь. И человек, да, прощай. Как дальше, критикола Господь вшива. Он пытался исправить его, но он со своего умения сознания. И поэтому каждый, кто исправит, он действует со своего умения сознания. И, если он не научится на максимальном уровне сознания, то его исправление тоже будет прекраничить. Он будет тоже где-то в общей политике. А вот вы видели, что там олицетворенные веры, они же тоже, они не знают. Мы про это говорили, что видать и душ права подал в этом теле. Потому что видя, они тоже есть какие-то вещи, которые сокровенные даже не есть. Не знают. Ну, что же не знают, они сокровенные. Они может быть есть, но они не всегда не так веконе пытаются. И видать и душ права подал. Душ права пытается, но душ с трудом. Да, в связи с этим. Люди молятся Богу, но они же ограничены своими навыками. Поэтому, как бы, они не могут получить абсолютный результат. То есть, есть ли смысл, как бы, вообще не обращаться к Богу, а на свой лад, и обращаться к Нему молитвами, допустим, докладом, а также. То есть, есть партистанты, да? Есть партистанты, которые... Да, Парвы этому учат нас. Он учат нас тому, что самый первый стих, Шима Пагвата, да? Он намоба, Бхватеевы, Садурая, Джанима, Десетян, Ваян, Этераташ, Чатвеша, Игния, Сварави. Как говорится о том, кто является Богом, цельным, что это определение абсолютно истины. Он такой, он такой, 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 такой... То есть, под это определение подходит только Кришне технический, да? Если мы и так к Нему обращаемся, только Кришне, видите, как, например, Альцентра, то же самое, да? Он вознес молитву с прошлой жизнью, которую выучил, будучи, погораживая температура. Он просто, он даже не понимал смысла этой молитвы. Он звал кого-то на помощь. И молитву, он пытался это звать, и так как в прошлой жизни, он вручил эту молитву, она разливировалась. И в этой молитве так описывалось, как бы он, тот, кого он зовет, что под эти условия проходил только Духовный Господь. Именно он ответил на эту молитву. Ни был Бог, ни кто другой. Так что да, это важно. Важно, чтобы мы учились правильно наносить молитвы. Лучше, конечно, чтобы наносить молитвы в возвышенных средствах. Стофы. Стофы, да. Стофы, да. Но, когда мы сами достигли этого уровня, можем сами правильные молитвы сделать. Потому что они будут направлены с этого чисто умного сознания. Как максимум таков. Человек упады говорили, что их молитвы, они отличны от изначально на звуку в метре. Да. Ну, то есть, пока знаний у человека нету в Верховной Личности, то его молитвы собственные не воспринимаются Богу? Нет, они воспринимаются, но я не думаю, как человек обращается, он проучит соответствующую вещь. А он получит непонятно что? Ну, Кришне ответит все равно как-то, да. Но он не получит по всему нему туда. Кришне проявится перед ним, так его звали. Он придет. Ну, не надо спросить, да. Как мы, например, да. Если прямо сейчас Кришне проявился, да. Что мы с ним будем делать? О! Кришне погавал! Кришне и все. А дальше все делаем непонятно. Вы стоите, что с ним делать? Ну, красиво. Ну, смотрим на него, да. Но мало большого мы знаем, что с ним делать. Мальчики знают, что с ним делать. Мы не знаем, потому что наши кто-то с ним не радует еще. И мы, ну, в лучшем случае попросим там то, что у нас было. То, что мы куртилеры в течение долгого времени, да. Какие-то, конечно, жрания. Машину, квартиру, да. Квартиру, дебренку там, да. Вот и все остальное. Теремончик получше, значит, у нас станет тогда ноги какая-то, да. Ну, мы сапоги, да. Ну, разные вещи. Каждый мы сапоги. Да. Каждый мы сапоги. Да. Скажите, а вот для того, чтобы обусносить молитвы, подобные молитвам, которые созданы великими Возвращными Вечностями, прохладными Махаражем, надо же дойти до этого уровня, где можно просто залучить мантру мушинальную, генетическую, и просто ее, как сказать, вибрировать. Да. Как работает эта молитва? Если вы просто повторяете ее, да, Кришка может вас принять всерьез. Да. Потому что вы ее просите. Но, конечно, когда вы не просто повторяете, а понимаете смысл ее, в солнце сознания возносите, вы получите больше плана. Но, вообще, кстати, на всех этих молитвах мы говорили, что три объяснения на Младейшего Рана. Помните, да? Одно из них, это то, что он просил Господа, Господь, пожалуйста, произволь мне правильно помолить при себе. То есть, настоящая молитва проявляется только в обменности Криши. Да. Если у кого-то получилось это, это очень сильно повезло. Я знаю одного, какого-то учителя, который долго-прима молился, что он просил. Господи, очень правильно. Стоит, собственно, молитв был. И затем он нашел книжку «Страдку мошаток», «Страдку мошаток», «Страдку мошаток», «Зачалья обнечения Господу Главанги». И он там, среди этих молитв, нашел пять или шесть молитв, которые он самому предносил. То есть, когда мы в чистом сознании, когда мы просим Кришни, то Кришни поможет нам правильно помолить. Кто будет, не скажет. Не скажет. Скажите, а вот вы что упомянули в третьей песне, двадцать девятая глава, да? Это учение Господа, Капилла Дэр, где он говорит, рассматривает бхакти в разных гунах. Бхакти в гунах, потому что это деленные мотивы, да? И дальше он объясняет, какой будет результат в разных гунах. Потому что Кришне служит, а Кришне не принимает это отношение настоящее. Кринадрик. Кринадрик? Кринадрик, да. Открылся? Ну, отдельное видение. Есть свои интересы. Сепаратист. Сепаратиста. Ну, буквально. Сепаратист – это человек, у которого есть свои какие-то цели помимо честного бхакти. То есть, это полярное видение. Вот это плохое, это хорошее, это мне нужно, это не нужно. Это тоже сепаратист. Именно три. Бхакти. Бхакти представляется в том, что адмаликше, один из аспектов, что мы хотим, это то, что мы не хотим ничего, чего не хочет Кришне. Мы живем его интересным. Фактически, мы всю свою жизнь построили про то, как Кришне нравится. Это как мне нравится, а Кришне нравится. А вот эти вот, будут интересные природы, у меня есть свой интерес. Я хочу чего-то, да? И Кришне, помоги мне, пожалуйста, чтобы мне это все получилось. Вот это Бхакти. Но, чистой Бхакти, Кришне, пожалуйста, дай мне знать, что ты от меня хочешь. Я готов это сделать, даже если мне это не нравится. Спасибо. Да, адмаликше. Это кто? Тот, кто обладает этим качеством, адмаликше. То есть, кто не имеет других желаний, кроме желаний Господа, он человек с желаниями Кришны, живет счастьем Кришны, живет миссией Кришны, приказом Кришны. Это его жизнь. Это то, что его интересует. И что-то такое. То есть, Дакша, извините меня, Дакша, он выполнял Бхакти, но в гуне невежества. Он проводил... Да, не только невежество было, но там было и невежество, и страсть, и благость, и благость. И благость была. Тоже было, потому что ты Кришны подышил, а что ты тут не молишься? Да. Но до меня было все-таки вот это невежество. Пребывало невежество, потому что, описывая эти трибуки цельной природы, да, партию в книгах, в комментариях Шерупада пишут, что они никогда не бывают отдельно. Только невежество, только благость, только страсть. Но невежество было, но главное было благость. Да. Вы говорили в начале, что Кришна проявится в киртане, или в Кришна как я, только если бы осознавать, что мы заслуживаем заниматься чистым бредным служением. И вот, как это можно, ну прям так, осознать, потому что, потому что, ну, обуславливаться, не тем, не тем, не тем, не тем, не тем, или, ну, еще гордиться, с районными, как бы, достижениями. Как это, сознательно, на практике. Один раз попробуй, как его провести, у нас не получится. Или лекцию прочитать, и мы будем просто, если можно сказать, толком, да, и вот этот момент, все от Кришны зависит. Как только мы почитаем, что мы политизированы, ну, это были просто внешние слова какие-то. Но, Кришне не обязан прийти на все эти вещи. Но, кто-то скажет, Кришне, я не могу, пожалуйста, прийти, мне очень нужно. Ну, без тебя никак. Вот это, сердечное море, что большее, Кришне, нам приезжает на прийти. И, помимо, Кришне, нам нужно, что мы честь. Это смирение. И причем, смирение, оно, ни копия собственной, ни полноценности. Я не могу, не могу, не могу, все, спустя Кирпен, не могу, не могу. А наоборот, мы понимаем, что, нас большее спеть Кирпен, все хорошо, мне сказали, будут петь. Вот это, а кто это, что петь для Кришны? Мы попросили, это делаем, да? Кришне, пожалуйста, проявите, дали мне силу, как правильный разум, как правильный спеть для себя, правильный мир, что прочитает, про что, про что, про что, мы просим, это милость. То есть, смирение, это не негативное качество. Не квалифицирован, но я не могу. Наоборот, я не квалифицирован, но по милости Кришны, если ты проявляешься, не остановил. Нет, вот это то мачество, которое привлекает Кришну, чтобы он проявился в нашу жизнь. А как понять, что мы постоянно получились в бакте, это тоже милость? Как понять, что мы сейчас практикуем создание Кришны, и это приходит по милости? Что мы не заслужили? Что мы не заслужили этого, да. Ну, когда мы что-то теряем, мы начинаем ценить. Да. Когда мы загородимся тем, что мы великие преды, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, мы пришли по милости, как только мы забыли, что все пришло по милости, и скажем, что я сам могу. Когда Акши, он сам. Он же вначале так всех приглашал, и Шилу приглашал, и Браку привезло, и Браку на разных старших приглашал. Вот затем он говорит, что, а зачем мне не надо? Я сам великий. Смотрите, все хорошо. Меня в Браку поставил глазом прочапать. Я великий. Он оценил меня, как говорится, да? И он никогда не пригласил. И как только перестал приглашать, на Рану не пришел. Сам поступил на Рану, ради которого ягоды, иначе пришли проблемы. Обычно, когда, пока мы спиренны, пока мы в правильном состоянии находимся, Кришна будет проявляться в нас. Будет более-менее гладко идти в прогрессной бутербакте. Но, как только мы начнем прогресс, забудем, благодаря чему можно практиковать, и Кришна строит деревень. И никто тратит. И затем, когда человек все это утрачивает, он понимает, что-то делал не так. И начинает вернуться. Вот так по-другому этот контраст, как это должно быть. И затем еще одна вещь, которая тоже как ответ на наш вопрос – понять, что мы встали на тот бахти. Пока мы идем по пути бахти, мы не сможем этого увидеть. Ну, в какой-то степени, может быть, каких-то этапов, каких-то степенов. Но когда мы закончим этот путь, с высоты вот этого тратитного уровня, мы сможем видеть весь план Кришны, который Татару реализовал в нашей жизни. Мы сможем подмонать это все назад и увидеть. А-а-а, Кришна, он здесь подсуетил, как говорится, приятного прослава, там это сделал, там-там-там-там. То есть, оказывается, у меня с самого начала все было по миности Кришны. Я думал, что это все случайно, но я не вижу Кришны на самом деле. И поэтому Удово в Одинской письме Пакуте он говорит на своих паритвах 30-е глава 6-е стих, по-моему, или 29-е стих, где-то там. дал и цивили и не вы сделали живых существ, в том числе для меня. Даже если я буду пытаться служить себе в жизни, господа вспоминаем то счастье, которое испытал под кременностью. Потому что ты изнутри и снаружи постоянно очищаешь живые существа от сегодня-других лета. И как ты это делаешь? Арчайник, как чай, как чай, как чай, как чай, как душа, который в сердце помогает, как внешние обстоятельства устраивали какие-то. И как арчайник, как чистый древний, который ты посылал вену на другом пути. Мы сможем видеть все эти вот этапы, как-то все с нами происходило. И вот тогда только мы сможем понять, что я пошел до конца в памятности Кришны и встан на этот путь тоже в памятности Кришны. А Богом в профессии нам очень трудно это все. Вот кажется, как это все происходит случайно. Я даже какие-то вещи могла убить на каком-то уровне, но полного плана Кришны не поднял. Понятно? Да. И вот Вы приводили, что, когда мы слушаем Крадху, чистую древнюю Крадху, от чистого возвышенного кредма, то мы выполняем чистое кредное служение наряду с этим чистым кредом. Просто слушаем внимательно. Если мы слушаем… Без мотивов. Не-не-не. Не без мотивов. Если мы слушаем с правильным противом. Мотив – это мы поклоняемся Кришне Крадхе. Сханья Стридам Сутихаттан Танаман Манабхи. И пращу очи Даджи Топпиаси Тайси. Вот я в этом стихе из Бхаги говорила, что мы должны буквально пополняться Кришне Крадхе. Делать это как в сознании Кришне. Понять, что Кришна хочет мне сказать сейчас. Как понять его чистое бхакти. Не только бхакти, а научиться этому чистому правильному сознанию. Стараться. Стараться, да. Как все. Шаннаташи Хрианитям, Гринташи. Мы регулярно слушаем Кришну Крадху. И Гринташи, мы принимаем это с правильным святам. Изо всех сил. Мы все усилия предлагаем. То есть, фактически получается, что Лехта, которая говорит о Кришне, он на тех сегментах Кришны проявись, пожалуйста, проявись, проявись. А то, что они молятся. Кришне, пожалуйста, дай ему сильно понять, что он мне говорит. И она говорит, да, что он хочет сказать. И тогда вот это шок хода, все благоприятное приходит к этому человеку. Да. Все страдания, как они сказали на санскрите? Клеша гни. Клеша гни, да. Клеша гни. Они уходят. Это только начало. Нам дальше больше происходит. Но первые два признака того, что занимает себя в служении, это то, что страдания не уходит. Причина страдания есть. И хорошие вещи ничего не смогли происходить. Хорошие позитивные вещи. Как это движется в конкретной ситуации у человека к человеку? Кто-то на урок может послушаться Кришне как хи, и у него разрушится все, что было. Затем Кришне, как монаши, на стене, на стене мы разрушили это основание, а затем монаши, на новом мероприятии, кто был ничем, остались всем. Все то же самое. Это гимн Кришне как хи. Почему говорится, что когда мы слушаем Кришну как ху, Кришне отрушают нашу материальную привязанность, анармии какие-то, ваши материальные цели, они являются, раз возникает желание чистого партия. То есть, прежде чем настоящая дача, нужно отказаться от негатива. Это происходит в физматическом стиле. Одно-другое из вещей. А почему, когда Шевненко ухажен, заставлял своих учеников, которые только пришли в создание числа, в Сипи месяц, два месяца они поплыли, ты должен уже давать лекции. Он заставлял давать лекции по шилу, по родителям, например. То есть, как этот человек мог бы осилить чистую катку? Он не мог бы дать чистую катку, когда он был не на том уровне. Он себя не нужен сам. Укал короте вачалам, в другую территорию, не открывает вагам ванде, что в руку не направлена. По моменту святого научителя, не мог бы заговорить в физическом мастерстве. Это был правой пересечет головы. Да, было бы усоведничество при этом. Поэтому по его милости, они говорили, и вы послушайте первое интервью, он говорит, Кришна, гопи, такие вещи говорили. Я думал, что полосат непонятный, какой один, и Кришна, и гопи, какие там гопи тебе? Че, научитель глубину одевает? Ну как? Ну, все равно надо было. Но конечно же понятно, что когда человек, это стартный импульс такой. Потом мы понимаем то, что через пять лет понимаем то, что я должен знать, что мы говорим Кришне. Это было с самого начала до конца, минус духовного учителя. И сейчас тоже я могу провозить только в обмене духовного учителя. Так что это все. Могут такие вещи происходить. Главное, чтобы не закорбелись. То есть я уже великий, рассказчик могу. Как только закорбился, все, то жизнь пропала. Когда мы даем лекции, надо стараться держаться вот этого, да? Чистые мотивы, чистое сознание, желание взять людям чистое знание, консидентное, неоскрепленное. И понимаете, кто я такой и кто я такой, чтобы через меня тут Кришна появилась мессия очередной, мессия очередная. Сейчас как буду мешать, чисто Кришне как Он, сейчас как-то мешаю, так что навещаюсь, довещаюсь, как говорится. Нет, это не дешевая вещь. Поверьте, настоящая лекция, настоящая хорошая лекция это с самого начала, молитва, молитва, и всегда с молитвой. Когда вы плачете буквально, понимаете, что я не могу просто сказать, перед началом лекции, в середине лекции, в конце лекции, а ты молниешься просто, потом понимаешь, закончилось, и тебя все представляют, я понимаю, что я же ни при чем тут вообще. Я сам тут не получился, только в моментности восстан, в моментности приятного, духовного учителя. Кришне каким-то чудом пришел начал на эту лекцию. Хотя я не сильно пытался испортить свою гордыню, если можно в это. Кришне все равно проявилось. Чудо какое-то, да? Ты понимаешь, что это действительно чует. И дальше, ты просишь Кришне, а мог бы еще раз такое чудо совершить? Еще раз. И получается, что каждый лекций это маленький, маленький чудо. То есть это важно осознать, что это не мы говорим, а через нас говорит наш духовный учитель, сам Кришний. То есть это мы говорим, но мы на всю духовный учитель. Мы говорим, да. Мы говорим, не то, что мы там, как робот какой-то там, рот открываем, да. Это может быть, как, в главном роде, когда идут, что ты как маринетка, я рассказываю себе, копе Кришне, я сам ничего не понимаю. Ты просто управляешь моим языком, дергаешь за ниточки, да. Это может быть, но, чтобы в таком уровне прийти, нужна полная, свободная кожа на время. Вот тогда Кришне полностью проняется. И поэтому, если видите, кого-то, кто занимается реальным сражением, очень корточек, очень соносчивый, кто оскорбляет других, критикует. Что-то есть не так. Настоящая бахтина. Первый призм того, что человек принялся настоящей бахтина, а то, что становится настоящей восстановленностью. Вот Гофе Парадахану предупредил, он говорит, что не слушайте из уст того, кто не умеет тебя вести на людях, с людьми. И такому человеку запрещается давать лекции. Там была картичка просто. На самом деле, это все было. У него на столе... За три недели сидеть и ты пропадаешь самому. Нет, мы все перепутали. Нет, нет, у него есть высказывание. Просто там есть... У него на столе была табличка. На этой табличке было высказывание «Шире бахтинатность назвать». На котором было написано, что если ты кого-то проповедуешь и сам этого не следуешь, ты должен прекратить проповедовать, закрыться в четырех стенах и проповедиться саму себе. Истинный бахтинатность начинается только тогда, когда внутри и снаружи все одинаково. Я просто передам что на кредит было. Это уже прошлый год вторичная проповедация фронта. Да, это было предсказано, что он бахтинатность. что-то как-то да. Вы еще говорили, что надо максимально себя окружить старшими преднами, но это же тоже не удушевая защита, это же тоже надо заслужить так. Да, поэтому вы вначале потренируйтесь на тех тендах, которые уже у нас есть. Если вы с ним будете правильно себя вести, Кришна поверит вам, что вы не оскорбите этих старших предных. Он появится, берет старший предный, и вы будете шепчить, гнобить и все остальное критиковать, когда он просто помогает с нами, подумает, что грязневика какая-то. они просто не сможут с нами остаться. И мы не комфортно будем с нами общаться. Поэтому те предные, которые у нас окружают сейчас, это наш урыль, те люди, которые Кришна послал. Если мы с ним праздновали общаться, Кришна у нас поверит. И он даст нам возможность пообщаться с каким-то какой-то старшим предным. Если он с ним правильно общаться, Кришна у нас еще больше поверит. И тогда он позволит нам общаться с преднами этого уровня постоянно. То есть все в нашем окружении станут видетьми такого уровня. И если мы с ним будем правильно общаться, Кришна позволит нам общаться с кем-то еще более высокого. Если мы с ним будем правильно общаться, он нам поверит и даст нам возможность общаться с людьми, которые все на этом уровне находятся. И так постепенно мы найдем в чистых летах. Начинаете с маленьких. Тех, кто дружит ваших, которые вас нам дают, просто не виновите их, не шутите, не виновите общаться. Тогда Кришна поверите. Вы сказали, что 60% нашего времени мы должны родить с людьми своего уровня. То есть там идет очень хорошая полировка. Это я знаю. Я знаю эту форму. У меня нет конкретных проманов. Из шашки конкретных проманов у меня нет. Это может быть практическое наблюдение. но в Бабетах на скриптаре говорится «мешешешеши таксу таншу В другой момент времени мы не обставляем, что он младше, а он старше. То есть там это всё обновляется. Там и так, и так может быть. Но даже травмы, занимаясь старшим, они не настолько старше, как настоящие, более старше, чем мы. Так что нам необходимо это общение. Но вот это полное надо думать, где-то взято с Чаупати, которые давали наставления, я помню, 2000-й год или какой-то первый ретрик куратора. Там это всё говорили. Но романа конкретно у меня нет. И в этом ретрике стервуете стихи из четвёртой песни, к которой я надеюсь, что мы скоро придём. Восьмая глава, четвёртая песня, где она ему не даёт наставления, а другую хорошую. Как общаться с ним. Да, 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 там это всё будет. Но я надеюсь, что на это будет. То есть со старой конкретной не надо общаться? Неоткредит? Я тоже обязательно? Да, да, да. Но с другой стороны говорится. Сваничишешеше, перевышем, для нас санга в таком виде, Но если вы, будучи старше, не принимайте винасть в половине младших, то вы не наполните сознание Кришной, вы не получите винасть в Кришне. То есть мы должны освободиться от привязанности и получить милость общаться с старшими штангами, но затем уходить по аппаратам у нас к другим передачам. Иначе мы не сможем сделать шаг дальше. Благодаря члену старшим мы избавляемся от привязанности, и на санго, на мычете, от грубых ударов таких. Но если мы не будем передавать вот это настроение, которое мы старшие получили более младше, мы не дополнимся чем-то больше, и что не приводит на нас большую милость. Мы так и останемся, а соблазненными личностями просто. Так что и то другое важно. И другим помывайте, и принимайте все равно будет хорошо. Ну, как я понял, что мы уже, похоже, не успеем начать до другого хорачиваться. Давайте мы завтра доставим. Мы постарались как-то закончить. Магически закончить этот блок, первый раздел, четвертый турецкий пагог, который объяснял разгон завещаний Ману, и историю Дакши, и Господа Шири. Понятно, как осталось вам мнение, все эти толкости, настроения, титана, как там, что там. Понятно, что Дакши остался. Почему он остался повисшим в воздухе? Почему потом это все проявится, что не успел услышать это все? Да. Ну, последствия с другими они все равно остались. Хотя внешне он реабилитировался, он был в 1903, опять-таки, когда и дядя пришла, он из чего-то не хватит. И дальше будем говорить о том, что... Ну, вы уже знаете, что если вы умеете, пусть он дальше пришли. Хорошо. Спасибо вам всем огромное, да, за ваше внимание, ваши вопросы, дополнения какие-то, да. Очень важно, потому что когда ты сам, как бы, пытаясь это показать, это хорошо, когда задают вопросы такие, а как это понять, а? И тут начинаешь думать, да, вот, и потом иногда там нет ответа, и потом молишься, и ищешь комментарии, ищешь комментарии, и приходят ответы. Поэтому, если что-то у вас получилось, это все в большинстве. И завтра нас ждет другая черепа, другая хорошая, поэтому готовьтесь. Повторайтесь, прочитайте, если вы встречи всю девятую главу, всю восьмую главу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...